Продолжение следует... В этом году участвуют 11 педагогов Карачаева-Черкесии. Аланский след, карачаево-балкарский костюм, выставка работ моделира-дизайнера национального костюма Заремы Хабчаевой открылась в Цибирте. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Шесть проектов в сфере развития цифровой медиакультуры сегодня были представлены в Центре дополнительного образования детей. Компьютерная и правовая грамотность, популяризация патриотического воспитания, национальных видов спорта. Эти и другие темы стали предметом для проектных работ воспитанников образовательных учреждений Карачаева-Черкесии. Важность и актуальность проектов оценивали глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и члены экспертной комиссии. Хочу вам пожелать дальнейших успехов. Хочу всем ребятам, которые принимали участие, которые здесь сидят, пожелать вам всего самого-самого доброго, чтобы вы выросли самыми умными, самыми красивыми, самыми лучшими в том направлении, в которое вы выберете, и вообще по жизни. В парламенте Карачаева-Черкесии обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму. В нем приняли участие депутат Народного собрания, члены правительства и администрации главы республики, представители силовых ведомств, духовенства, общественных организаций и помощник полномочного представителя президента России в СКФО. Было отмечено, что Карачаева-Черкесия – многонациональная и многоконфессиональная республика, в которой в мире и согласии проживают более 80 представителей разных народов. На совещании рассказали о мерах по профилактике экстремистских проявлений в обществе. В данный момент ситуация в республике стабильная. Бандформирований на ее территории нет и принимаются действия к недопущению их появления. Представители духовенства, в свою очередь, отметили, что работа с населением ведется в формате проповедей, объясняется суть истинного ислама и христианства. Большое внимание участники заседания уделили работе с молодежью. Руководством республики вместе с правоохранителями, духовенством, общественными организациями проводится работа для поддержания стабильности в регионе. Помощник полпреда президента России в СКФО Айдемир Валиев отметил, что в республиках Северного Кавказа ожидается усиление давления извне с целью дестабилизации обстановки в стране и призвало объединить все усилия, чтобы не допустить разлад в обществе на основе религиозных или национальных разногласий. Ситуация в республике стабильна. По инициативе руководства МВД по Карачаево-Черкесской республике в целях недопущения распространения религиозного экстремизма среди населения с представителями традиционных конфессий, межнациональными советами и общественных организаций на регулярной основе проводятся совместные мероприятия в формате рабочих встреч, направленные на обеспечение комплексного контроля и отслеживание обстановки в сфере межконфессиональных отношений. Работа проводится по четырем основным направлениям. Первое – это взаимодействие со средствами массовой информации. В республике организована комплексная информационная работа по профилактике среди населения экстремистских и террористических проявлений. В 2022 году в республиканских государственных печатных средствах массовой информации подведомственных министерств размещено 637 материалов по актуальным проблемам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в прощающих Киевской республике. С участием авторитетных представителей религиозных организаций в эфире республиканских телеканалов регулярно проводятся проекты по религиозной тематике, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, освещение деятельности благослужебных сооружений, мечети и исламских образовательных учреждений республики в данной сфере. Подведены итоги первого этапа иммунизации от полиэмилита. Крачево-Черкесия показала самый высокий уровень охвата вакцинации среди субъектов Северного Кавказа, где была организована дополнительная иммунизация. Первый этап прививочной кампании от полиэмилита проходил в Крачево-Черкесии с 27 февраля по 6 марта. Вакцинации подлежали дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно. Минздравом региона была приобретена в достаточном количестве вакцина. Кроме того, образовательный процесс в детских садах и школах был организован таким образом, чтобы временно разобщить привитых и непривитых детей. Также проводилась разъяснительная работа со взрослыми о необходимости проведения профилактических прививок, в том числе дополнительной иммунизации против полиэмилита. Второй этап вакцинации пройдет с 3 по 9 апреля. Мы показали 92%. Конечно, мы не достигли показателя целевого, но, тем не менее, это очень хороший результат. Это говорит о том, что многие жители нашей республики в процессе подготовки к этому туру осознали всю необходимость проведения данных прививок. Разобщение детей выполнялось для того, чтобы непривитые дети не заболели. И на сегодняшний день особых жалоб со стороны родителей нет. Но если они поступают оперативно, разрешаем все эти вопросы. Образовательный процесс не прекращался. Программный материал в полном объеме. В рамках ежегодной декады литературы и искусства народов Карачаева-Черкесии на площадке Республиканской государственной библиотеки Михаила Матбайрамукова прошел круглый стол по теме сохранения развития культуры и языка карачаевского народа. Ахмад Халкечев продолжит. В своей художественной и предельно чувствительной декламации строго народного поэта Карачаева-Черкесии и классика карачаевской литературы Азамата Суинчева рабочую часть встречи предварили братья-близнецы Даулет Гири и Азамат Гири Тамбиева. Несмотря на довольно юный возраст, ребята также показали весьма глубокое осознание сути обсуждаемой проблемы. Если родители сам не начнут первые разговаривать с малых лет, например, на карачаевском языке не будет ему читать какие-нибудь стихотворения, таких-то поэтов, или какие-нибудь песенки ему напевать, то у него слух не приспособится к своему родному языку и он не захочет на нем разговаривать. Я считаю, надо именно у себя дома разговаривать только на своем языке, а уже за домом, в школе, в городе ты уже сам научишься русскому языку. Поэтому одно другому не мешает, главное – желание. Круглый стол организован во взаимодействии Национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой и кафедры Карачаева-Балкарского языка Республиканского института повышения квалификации работников образования. С целью более эффективных обсуждений координаторы встречи, помимо учителей родных языков, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, также привлекли представителей научно-творческой интеллигенции и республиканского Миннаца. Такие мероприятия важны для того, чтобы мы могли сверить стрелки, подумать о том, как можно заинтересовать в том, чтобы изучали свои родные языки наши учащиеся. И со стороны Министерства по делам национальности, и со стороны Министерства образования, и преподавательского сообщества, писательского сообщества делается очень многое. Выступавшие представили доклады по темам роль семьи и родителей, роль дошкольного воспитания и школьного образования в вопросах сохранения родного языка среди подрастающего поколения. Также обсудили возможность более эффективного использования потенциала средств массовой информации на национальных языках и сценического искусства. О своем опыте на стезе популяризации родного языка, литературы и национальной культуры рассказали и учителя общеобразовательных школ республиканской столицы. Наша основная цель выпускать таких учеников, которые должны нравственно воспитанные, должны дети знать наших ведущих людей в области музыки, в области художественной литературы, писателей, журналистов, ученых. Они же должны знать. Также участники встречи обсудили вопросы организации и проведения конкурсов на знание родного языка и литературы, а также материально-духовного наследия своего народа. Ну а вся необходимая научно-литературная база, обязательная как для организации, так и для участия в подобных мероприятиях, была представлена на развернутой просмотр выставке. Здесь представлены наши книжные памятники, здесь представлена наша вся периодическая печать, вся литература, которая выпущена карачаевцами, о карачаевцах, об истории карачаевского народа, вся литература мы постарались выставить. В конце мероприятия участники «Круглого стола», проанализировав все выступления и предложения, основываясь на уже имеющемся опыте, приняли резолюцию с целым рядом рекомендаций в адрес республиканских Минобра и Миннация, а также исполнительных властей региона. Ахмат Халкичев, Олег Мухожев, «Вести Карачаева, Черкесия». В Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» 2023 года. В нем участвует 11 педагогов из 11 муниципальных образований республики. В первый день участникам необходимо было показать свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях, урок и методическая мастерская. За ними наблюдал и Олег Баташев. А можете еще раз для себя познакомиться с условием задачи и что желающим выйти к доске? Пока добровольно. Поднятые вверх руки учеников – маленькая победа учителя. Доброволец быстро находится и решение задачи становится предметом обсуждения всего класса. За происходящим внимательно наблюдают жюри. Они оценивают профессиональную компетенцию кандидатов на звание «Лучший учитель года». Фатима Баташаева преподает математику в 13-й гимназии Черкеска. По ее мнению, участие в конкурсе позволяет проявить свои лучшие профессиональные качества, обменяться опытом с коллегами и по возможности стать счастливой обладательницей титула «Учитель года». Всех 11 участников республиканского этапа конкурса объединяют любовь к детям, своему предмету и профессии учителя. Математика буквально везде – в биологии, в физике. Любая ситуация в нашей жизни связана с математикой. Будь то построение кораблей, построение машин или же какие-то финансовые дела мы выполняем. То есть математика буквально везде. И моя задача как учителя – донести до детей, скажем так, необходимость знать этот замечательный предмет и как это им пригодится в жизни. Дети дают положительную энергетику, они стимулируют, они помогают развиваться. Хочется научить детей всему тому, что сама владею, сама знаю. То есть перенести свой опыт, чтобы они дальше в дальнейшем нашли себя, нашли свое занятие, нашли свою профессию тоже. О цели конкурса и призах для победителей призеров рассказали организаторы. Это делается для того, чтобы повысить социальный статус учителя, популяризировать профессию педагога, привлечь молодые кадры сегодня в педагогическую сферу в том числе. И, конечно, поделиться лучшими педагогическими практиками, которые на сегодняшний день накоплены у наших лучших педагогов. С этой целью и проводится конкурс. Победители и призеры получат от главы финансово-денежный приз в размере первое место – это 60 тысяч рублей, второе место – 50 тысяч рублей и 40 тысяч рублей за третье место. Плюс это будут премии также от Министерства образования и науки в размере 5-6 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены 28 марта. Победитель республиканского этапа будет представлять Карачаево-Черкесию в финале, который пройдет в городе Орехово-Зуево Московской области 5 октября. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Выставка «Ланский след» Карачаево-Балкарский костюм открылась в Тибердинском национальном парке. Не только жители соседних населенных пунктов, но и туристы пришли посмотреть прекрасные работы моделера-дизайнера национального костюма Азаремы Хабчаевой. Смотрите подробности. Посмотреть изысканные платья ценители красоты собрались в этот день в Тибердинском национальном парке. В одном из залов информационного визит-центра открылась выставка. Право перерезать ленточку предоставили моделеру-дизайнеру национального костюма Азареме Хабчаевой и директору Тибердинского национального парка Али Кудинаеву. На выставке «Ланский след» Карачаево-Балкарский костюм есть на что посмотреть. Каждая работа моделера-дизайнера-дизайнера Азаремы Хабчаевой уникальна. Требует таланта, знаний и усердия. Представлена здесь и коллекция княжеской семьи Урузбеевых. От имени коллектива Тибердинского национального парка, собравшихся, поприветствовал Али Кудинаев. Администрация национального парка, помимо своей основной функции, это охрана природы, мы все знаем, решила заняться и вот таким духовным, так сказать, материальными вещами. То есть мы свободные помещения организовали в Ермонтовской выставке. Сегодня мы делаем первый шаг, знакомый наших гостей с культурой народов, с обычаями народов, которые проживают у нас на территории нашей прекрасной республики. Костюм наиболее яркий определитель национальной принадлежности. Воплощение понятия об идеальном образе представителя своей нации, сливаясь с физическим обликом, он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере и эстетических вкусах. Для каждого народа его национальный костюм является не только наследием предков, возможностью понять то, как и чем жили те люди, но и способом самоидентификации. Показали собравшимся и карачаевские свадебные обряды. Рассказали, почему невесту покрывают тремя белыми платками. Если бы вдруг одна из сторон была бы не согласна, то на девушке было бы два платка вместо плотки. Значительный вклад в сохранение традиций золотого шитья народов Кавказа и популяризацию традиционного женского национального платья вносит Зарема Хабчаева. Наша культура, культура аланского народа, ему уже более 3400 лет, которое идет по сей день. Для наших потомков, чтобы они помнили культуру своего народа. Национальный костюм карачаевского народа древний и загадочный. Кроме необыкновенной красоты и гармонии несет в себе столько неразгаданных загадок и зашифрованных посланий, что ни одному поколению предстоит еще постигнуть эту тайнопись. Выставка продлится до 28 марта. Алла Динаева, Медина Джанкиозова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Крачево, Черкесия. Школа-аула Нижняя Тиберда славится не только талантливыми педагогами и учащимся. При школе имеется музей старинных вещей, которые создали учителя со своими подопечными. Наша съемочная группа познакомилась с предметами старины. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. Руководитель школьного мини-музея Людмила Тиунаева горделиво демонстрирует нам свое детище и говорит, экспонаты знакомят ребят с бытом и укладом жизни наших предков, с традициями горского народа. Музейные экспозиции широко используются в учебном процессе и позволяют разнообразить занятия по истории, родному языку и литературе. Знакомство детей с традициями и обычаями своего народа помогает ребятам стать лучше, чище, духовно богаче. При помощи этого музея мы с детьми полностью все объясняем в старину, как и чем они пользовались и для чего все эти вещи применялись. И вот сейчас что их заменяет? Вот если посуда, вот, в старину только вот деревянные были, а сейчас у нас какие подносы красивые, а тогда они пользовались вот такими деревянными вещами. Музее представлено несколько разделов. Предметы труда и быта, одежда, ткачество, вышивка. Здесь дети узнают о предметах домашнего обихода, которые уже стали историей. Учитель рассказывает о традициях, обрядах, показывает, как наши предки пользовались бытовыми вещами. И каждый желающий может попробовать это сделать своими руками. Каждый музейный экспонат ребята могут взять в руки, посмотреть, как он устроен. Мало того, многие ребята сами пытаются пополнить школьный музей различной утварью. Ведь у многих предметы старины хранятся дома от прабабушек и прадедушек. Такой музей и такая обстановка всем детям нужна. Всем, чтобы в каждой школе был вот такой кабинет. А как часто посещают дети музеи? Каждый день у нас расписание. Дети приходят потихонечку. Не все сразу мы объясняем. Вот, например, если платки, я один урок посвящаю вот этим платкам, как, что, к чему. И так по порядку. И так уходит целый год. Мы обновляем. То, что мы обновляли, показываем тоже опять детям. Дети тоже стараются, даже родители стараются детям помочь и что-то нам сделать такое старинное. Сегодня взрослые дети проявляют большой интерес к старине, обычаям, обрядам, традициям. У людей появляется желание узнать, как жили их предки несколько столетий тому назад. Через живое приказновение к культуре наших предков прививается любовь к родине и к народному творчеству. Альбина Курочинова-Кенджи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Нижняя Тиберда. Собаки умные и преданные домашние животные. Если кто-то заводит себе четвероногого в качестве компаньона, другие используют их для наживы, продают, выставляют на собачьих боях. И для этих целей выводят все новые и новые породы, сильнее и агрессивнее. Не все заводчики собак содержат их с соблюдением всех норм, в том числе и обеспечивающих безопасность для окружающих. Итогом такого отношения становится нападение собак на людей, а в сельской местности и на животных. И эти конфликты из бытовых могут перерасти в другие с более серьезными последствиями. Поводом для приглашения адвоката в нашу студию стало обращение нашей телезрительницы, которая не может найти общий язык с соседом, заводчиком собак-бойцов. Актуальное интервью Мадина Каракетова и с адвокатом. Смотрите далее. А наш выпуск завершен. Здравствуйте, Расул. В студию к нам обратилась жительница Прикубанского района со своей не совсем обычной проблемой. Вернее, проблемой для нее стали питомцы ее соседа, заводчика бойцовских собак. В чем суть? Животные периодически переходят на территорию нашей телезрительницы. Неоднократные просьбы к владельцу о том, чтобы он как-то лучше присматривал за своими животными, не имеют никакого действия. Собаки, как утверждает женщина, представляют собой опасность. Был даже случай, нападение, правда, обошлось без существенного вреда для здоровья. Ну и в данном случае возникает вопрос. Расул, скажите, а есть ли какие-то определенные правила, нормы содержания бойцовских собак? Законом это предусмотрено? Законом 27 декабря 2018 года, номер 498, об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, предусмотрены требования к содержанию домашних животных. Эти требования также относятся и к бойцовским породам. Во-первых, не допускается жестокое обращение с животными при их содержании. Их содержание, домашние животные должны содержаться в тех условиях, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, имущество как физических, так и юридических лиц. Кроме того, при содержании таких собак, в местах содержания, вернее, таких собак, должна быть соответствующая надпись, что на данной территории содержатся опасные собаки. Это согласно требованиям безопасности федерального закона и ряда постановлений правительства Российской Федерации. Кроме того, предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется, исходя из возможностей владельца обеспечить животным условия, соответствующие ветеринарным правилам и нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-педагогических правил и норм. Домашние животные, в том числе и собаки, должны содержаться в условиях, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан. Ну что это конкретно? То есть, имеется в виду, собаки должны содержаться в вольерах на привязи, огороженных соответствующим образом, которые могут обеспечить безопасность. То есть, исключить нападение на человека, нанесение вреда здоровью или жизни. Собака ведь не может все время сидеть в вольере в заперти или на привязи. Закон ведь не запрещает ей гулять? Выгул, конечно, предусмотрен законом также. За исключением собаки-проводника, сопровождающего инвалида по зрению, необходимо соблюдать следующие требования. Во-первых, исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного по двору, в жилом помещении или в местах общего пользования, на детских площадках. То есть, собака должна, как бы, выгул собаки должен проводиться с обязательным сопровождением владельца данного животного, да, собаки, а также собака должна быть на морднике, так, чтобы собака не могла нанести вред. Что же все-таки делать нашей телезрительнице? Напомню, у нее конфликт с соседом, бойцовские собаки переходят на ее территорию, был случай даже нападения. Она не хочет обращаться в полицию, этот момент сразу был оговорен, она не хочет портить добрососедских отношений, но, тем не менее, меры какие-то нужно предпринять. Вот вы, как адвокат, что вы посоветуете, что по этому поводу говорит закон? Ну, конечно, возможно. Если мирные и добрососедские отношения желает сохранить, допустим, наша телезрительница в таком случае, да, необходимо обратиться к самому владельцу данных собак, а также, если обращения, просьбы, как бы, не дают успеха, необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления, в органы полиции, в частности, участковому полномоченному, да, управление ветеринарией. В каждом субъекте есть управление ветеринарией, да, в органы прокуратуры, вот, соответствующими жалобами, заявлениями, вот, которые в рамках своих полномочий, предусмотренных законом, да, могут в праве привлечь к административной или иной ответственности, либо принять соответствующее решение об устранении допущенных нарушений владельцам домашних животных. Но может ли это означать, что собаки могут быть, в данном случае, усыплены? Ну, я считаю, что в данном случае усыпить данных собак нет оснований, поскольку владелец собак не соблюдает требования федерального закона, да, который я упомянул ранее, да, то есть он не содержит соответствующим образом ограждений, ни в вольере эти животные содержатся. То есть его могут обязать просто принять вот эти вот условия? Да. Его могут только лишь обеспечить безопасность содержания этих животных. Вот и все. То есть соответствующие, они должны содержаться в соответствующих вольерах, да, на ограждениях, которые, естественно, обеспечивают безопасность граждан. Ну такие конфликты между соседями, между владельцами собак и обычными людьми, у которых нет собак, таких питомцев, зачастую выливаются в не очень хорошие вещи, особенно вот у нас вот в селах, в аулах бывает такое, что сосед берет и просто отстреливает собаку, которая перебралась к нему на территорию или тем более нанесла какой-то ущерб там домашнему скоту или представляет угрозу для людей. — Скажите, предусмотрена ли какая-то ответственность законом для человека за жестокое обращение с животным? Имеет ли право, другими словами, имеет ли право человек просто взять и пристрелить соседскую собаку или там бродячую собаку, которая проходила мимо? — Да, конечно, вы правы, но в случае жестокое обращение с животным недопустимо. Если, скажем так, нарушены правила содержания животных, то есть и в связи с чем животные передвигаются по двору, заходят в другие чужие территории, соседей, то необходимо в данном случае, как я и ранее упомянул, обратиться к соседу, обратиться в администрацию, участковому полномоченному и так далее, там прочее. Но принимать решение об, скажем так, отстреле, как бы нанести вред животному, я считаю, что это неправомерно. Естественно, уголовным законом предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. — Согласно санкции данной статьи, наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено как в виде штрафа от 80 до 300 тысяч рублей, исправительными работами от одного года до двух лет, принудительными работами от одного года до двух лет, либо лишением свободы от трех до пяти лет, в зависимости от тяжести преступления, в зависимости от холестующих признаков и так далее. Замечательно, что животные также защищены законом, и обидчик может получить наказание, в том числе и реальный уголовный срок. Напоминаю, что актуальное интервью сегодня нам давал адвокат Расул Гагуев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok